Судим вместе. В эфире программа «Вести Волгоград. События недели». В студии Андрей Метлин и мы начинаем. Отгружаем за рубеж больше, цена на максимальном уровне. С чем связан рост стоимости российской пшеницы и сколько уже собрали в волгоградской аграрии? Они превращают пустыри в современные мегаполисы. Здесь парковка двухуровневая, а вот здесь детская площадка. На крыше парковки сделана. Представители самой созидательной профессии принимают поздравления. Что и как строят сегодня и какие амбициозные планы обозначены в нашем регионе. Сухая трава и неухоженные деревья останутся в прошлом. Здесь появится новая зеленая зона с лиственными, хвойными растениями. А самое главное с автоматической системой полива. Как преобразится территория у легендарного гасителя? Масштабную реконструкцию центральной набережной в деталях изучили наши корреспонденты. Нанесем новую точку на нашу народную карту памяти. Расскажем, какие события Великой Отечественной навсегда вошли в историю хутора Лобакина Суровикинского района. Им он оторвался от родины и так и не смог пустить корни вдали от нее. Сейчас, который год идет? 2018. 2018. Герой нашего репортажа уже 9 лет живет в землянке. Вдали от цивилизации он смог сохранить человеческий облик. Удивительная история долгих скитаний. На уходящей неделе появилась оптимистичная информация для российских аграриев. Цена нашей пшеницы начала расти и достигла максимального уровня с конца 2014 года. Об этом сообщило федеральное агентство ТАСС со ссылкой на издание «Коммерсант». По мнению аналитиков, рост стоимости российского сырья связан с укреплением мировых рынков. Также приводятся данные Минсельхоза, которые свидетельствуют об увеличении экспорта пшеницы. Так, в июле из России было отгружено 3 миллиона 800 тысяч тонн пшеницы. Это превышает показатели такого же периода прошлого года почти в 2,5 раза. Общий экспорт зерновых в июле достиг 4 миллионов 730 тысяч тонн. Это тоже существенный рост объемов относительно прошлогоднего показателя. Сейчас Волгоградские аграрии приближаются к отметке 3 миллиона тонн зерна. На первое место по намолоту сегодня вышел Чернышковский район. Лидирующие позиции продолжают удерживать Котельниковский и Серафимовичский районы. В хозяйствах готовятся к уборке технических культур и бобовых. В Суровикинском районе яровые посевы сильно пострадали. Урожай в разы меньше, чем в прошлом сезоне. У нас в этом году весна была влажная достаточно. И запасов влаги хватило для развития зимы, для более-менее нормального развития зимы. И получилась у нас средняя урожайность по зимам 20 центнеров за гектар. На яровые, конечно, все это повлияло. Летняя засуха очень сильно снизила, конечно. Не дала нормально развиваться ни ноту, ни яровой пшеницы, ни чменю. Мы убрали яровую пшеницу, у нас урожайность около 5 центнеров. Ячмень дал 4 центнера. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают строители. В регионе эта отрасль динамично развивается. С июля прошлого года в регионе в эксплуатацию введено более 740 тысяч квадратных метров жилья. Что почти на 7,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Успешно завершена пятилетняя программа расселения из аварийного фонда. Есть значительные сдвиги в решении проблем обманутых дольщиков. А такие новые объекты, как стадион, аэропорт, музей «Россия. Моя история» выросли буквально на глазах. Руководством региона поставлены амбициозные задачи на будущее. Лариса Лазука продолжит. Увеличение объемов жилищного строительства, возведение и реконструкция крупных объектов, реализация инфраструктурных проектов, значимых в развитии региона. Строители Волгоградской области профессиональный праздник встречают на подъеме. Из новенького построен самый высокий дом в Волгограде – 85 метров. Его изображение можно увидеть на этой головоломке. Самый красивый. Вот здесь парковка двухуровневая, а вот здесь детская площадка. На крыше парковки сделана. Фундамент этого дома. Вот, видите, сколько? 399 свай. Обратите внимание, как Волгоград изменился. Это же радость людям за последние годы. Сколько парков, музеев, а стадион. Мы сейчас занимаемся строительством. Закончили родниковую долину школы. Сейчас строим школу на тысячу мест в городе Камышин аналогичную. Ну и там же небольшой детский садик для детей, который тоже собираемся сдавать в этом году. Для строителя самая лучшая награда – это работа. На встречу с руководством области в преддверии Дня строителя приглашены руководители и работники строительных компаний региона, архитектурных и проектных организаций, Союза строителей Волгоградской области, ветераны отрасли. Николай Шиман, Галина Галищева, Петр Севастьянов поднимали Сталинград из руин. Трудились бригадирами в строительной организации, которая создана 75 лет назад. Она успешно работает и сегодня. «Самая старая профессия какая? Строитель. Пещеры строили мы. Так что мы самые старые профессии. И мы гордимся этим. И речной вокзал, и железнодорожный, и аэропорт. Взлетная полоса, по которой самолеты бегают. Это мы строили. Николай Иванович попал в высококвортный кабель ломом. Конец лома отгорел у него в руках. А он живой, смотрите-ка. Андрей Бочаров поблагодарил строителей за активное участие в решении больших задач по развитию Волгоградской области. В том числе в рамках подготовки и проведения юбилея Сталинградской победы и чемпионата мира по футболу. Это говорит, прежде всего, о высоком уровне специалистов, строительной отрасли в том числе, которые, несмотря на все проблемы, трудности, погодные условия, недостаточность ресурсного обеспечения, благодаря именно настойчивости, упорству работы, неравнодушному отношению к делу, реализовали все, о чем многие поколения жителей Волгоградской области мечтали. Андрей Бочаров подчеркнул, один из самых важных результатов этой работы – создание управленческих команд, в том числе в сфере строительства и ЖКХ. Полученный опыт должен быть использован при решении еще более амбициозных задач, как в Волгограде, так и в муниципальных образованиях. Отдельные слова благодарности строителям за их отзывчивость и помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Они не только восстанавливали объекты, но и выделяли спецтехнику. Наиболее отличившимся представителям профессии Андрей Бочаров вручил государственные награды и почетные грамоты губернатора. Вклад строителей в развитие региона отмечен и региональным парламентом. Огромное спасибо за тот надежный фундамент, который вы создали для всей нашей любимой Волгоградской области. А так как мы понимаем, есть фундамент, значит будет и дальнейшее развитие нашей территории. От души вас поздравляем с праздником, желаем успехов, благополучия и удачи. День строителя, пожалуй, один из самых массовых профессиональных праздников. Каждый объект – коллективный труд и ответственность. Потерпеть поражение на стройке можно, собственно говоря, по ошибке одного человека. Ошибка одного конструктора, ошибка одного сварщика, ошибка одного геодезиста. А сделать объект достойно, в срок и вовремя – это работа только всего коллектива. Среди награжденных немало женщин. Виорика Зуева – штукатур. Признается белить, красить, любила с детства. Ее работа – наводить красоту. Не сосчитать, уже сколько домов сдали. Конечно, приятно, что уже люди как бы там живут и радуются в своей квартире. Чтобы и дальше двигаться вперед, сейчас важно принять дополнительные решения по поддержке строительной отрасли и повышению покупательской способности жителей. Стоят конкретные задачи по сокращению аварийного фонда и развитию спроса на жилье через реализацию широкого спектра льготных и потечных программ. В регионе уже созданы и продолжают совершенствоваться механизмы, позволяющие решать проблемы обманутых дольщиков, привлекать новых инвесторов к достройке домов. За четыре года удалось восстановить права четырех тысяч человек. Завершено строительство 48 проблемных домов. Только что ключи от долгожданных квартир получили еще около ста семей. Сдана в эксплуатацию первая секция долгостроящегося жилого комплекса «Дом на бульваре». Слава Богу, у нас все закончилось. Конечно, мы благодарны всем тем людям, которые были причастны к окончанию этого строительства, воплощению нашей мечты в действительность. Люди готовятся к новоселью. Власти региона подтверждают. Совместная работа по защите прав дольщиков будет продолжена. По каждому проблемному объекту разработан индивидуальный порядок действий. Мы взяли ряд определенных дополнительных обязательств, которые выполнили здесь. И еще раз отмечаю хороший уровень работы подрядчиков здесь. Этой работой мы будем заниматься, несмотря на то, что, повторюсь, это такая проблема, часть индивидуальная, но эту проблему будем решать вместе с вами. В жилищном строительстве взят курс на комплексную застройку. Целые микрорайоны возводятся на новых территориях, где за короткое время появляется все, что нужно для комфортной жизни. И счастливых новоселов с каждым годом становится больше. Лариса Лазука, Юрий Комочков, Вести Волгоград, События недели. На уходящей неделе в Волгоградской области потрясло страшное преступление. Новорожденного младенца нашли утопленным в реке. Чуть позже задержали и горе мать. 25-летняя жительница Фролова призналась в содеянном. Что сподвигло женщину на страшный поступок, попыталась выяснить съемочная группа вестей. Слово нашему спецкору Аси Костюченко. Жизнь оборвалась, не успев начаться. Трудно поверить, что право на жизнь ребенка могла лишить собственная мать. В конце июля молодая жительница Фролова родила дома мальчика. На следующий день малыша в реке нашли подростки. Обычная рыбалка стала для ребят страшным воспоминанием. Шли по всем местам, вот по этой улице, вдоль этого берега. Ну вот, подходим к этому месту, видим, что здесь кукла, что ли. Ну, подходим ближе, видим, что это ребенок. У него, видно, поповин перевязанная. Ребята сразу позвонили правоохранителям. Набрали 112, через несколько минут подъехала полиция. Опасения подростков, что это тело младенца, подтвердились. По словам специалистов, ребенок родился совершенно здоровым. Весил 3 килограмма 700 граммов, ростом 57 сантиметров. Прожил до того, как его утопили от 20 минут до часу. И найден был вот прямо здесь, всего лишь в метре от берега. Судебно-медицинские эксперты постановили, новорожденный погиб от асфиксии. Вода попала в дыхательные пути. Позже в содеянном призналась и горе-мать. Я решилась, что брошу его в речку. Прошла по улице Советской, бросила его в речку и убежала. Не было возможности его воспитывать. То, что все тыкали, зачем тебе третий? А вы хотели этого ребенка? Да. Мотивом для убийства женщина назвала трудное материальное положение. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас женщина отправлена домой под подписку о невыезде. Такую меру, по словам адвоката, избрали, учитывая явку с повинной и содействие следствию. Сейчас с задержанной продолжают работать следователи, которым предстоит установить все обстоятельства убийства новорожденного. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В шоке от случившегося соседей женщины. Последние несколько лет она жила с двумя дочерьми в общежитии. О своей третьей беременности по непонятным причинам старалась не рассказывать. Ее было видно, что она беременна. Хотя она говорила, что у нее опухоль, ей надо будет ехать на операцию. Ну, обманывала она, конечно. По поводу своих дочерей, она к ним очень хорошо относилась. То, что случилось, это вот... Это просто на голове не укладывается, и все. То, что она их кормила, поила, это да. А тут вот ничего нельзя сказать. Но душа у нее не лежала к детям, собственно сказать. В школу дети по несколько недель не ходят. И учительница приходила, и помощь оказывали. Но никаких мер она не принимала. Если собственного дитя не пожалела, что о ней тогда говорить? О том, какие традиции царили в этой семье, можно только предполагать. Но вот факты. Первую дочь женщина родила еще в 16. По словам знакомых, все дети нерадивой матери от разных отцов. Алименты на малышей не приходили. При этом на учете, как неблагополучная в районе семья не стояла. Она нигде у нас в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадала. В школе характеризуется мама положительно. Она посещает все родительские собрания. Ребенок учится удовлетворительно, скажем. По детскому саду тоже никаких сигналов не поступало. Сейчас женщина поставлена на учет в городской банк данных. За детьми горе-матери будет наблюдать комиссия по делам несовершеннолетних. Между тем, соседи признаются, после страшного поступка просто не знают, чего ожидать от такой соседки. Вроде нормальная женщина. Детей всегда кормит, все, готовила постоянно. Не знаю, как узнали, такой шок был для нас, для всех. Утром встаешь, думаешь, тут свои дети, свои дела. А это встаем, каждый переговор и разговор, только об этом у нас. Может, мы же видим, она же ходит, приходит, уходит. Особенно тяжело сейчас приходится родителям. Они живут в маленьком хуторе неподалеку от Вролова. Их соседи признаются, на улицу они теперь совсем не выходят. Похоронили внука на ближайшем кладбище. Училась с моей дочерью в одном классе. Единственное, что родители работящие, хозяйство держат. В колхозе все же сработали. Обычные дети росли. Никто такого не ожидал. Просто я самая многодетная мама. У меня семеро их. Я их рожала. Никогда не было мыслей, чтобы поставить дитя или тем более убить. Не было таких мыслей. В душе, конечно, очень гадко. Следствие продолжается. Предстоит и суд за убийство новорожденного. По закону нерадивой матери из Вролова грозит срок до пяти лет лишения свободы. Данная категория преступлений. Средней степени тяжести. Потому что женщина во время родов испытывает психоз. После родовой. Так и получилось в данной ситуации. Значит, она родила одна. Она у себя в комнате испытывала сильную боль, страх, потому что некому было помочь. Расследование продолжается. Назначен целый ряд экспертиз, которые в том числе определяют психическое состояние женщины. К сожалению, это не единственный случай ужасного обращения родителей с младенцами. В феврале в Михайловке мать бросила новорожденную за гаражами. Девочка скончалась от переохлаждения. По мнению общественников, из-за участившихся подобных случаев, многие в очередной раз стали задумываться о спорном вопросе создания бэби-боксов. Это специальные места, где женщины, которые так не хотят быть мамами, что готовы на убийство, могут анонимно оставить ребенка, не лишая его самого главного – права на жизнь. Ася Костюченко, Александр Широшов. Вести Волгоград. События недели из Фроловского района. Мы продолжим через пару минут. И вот что будет во второй части нашей программы. Территория у легендарного гасителя преобразится до неузнаваемости. Масштабную реконструкцию центральной набережной в деталях изучили наши корреспонденты. Нанесем новую точку на нашу народную карту памяти. Расскажем, какие события Великой Отечественной навсегда вошли в историю хутора Лобакина Суровикинского района. Им, даже вдали от цивилизации, он смог сохранить человеческий облик. Удивительную историю долгих скитаний Машарипа Мадрахимова услышала наша съемочная группа. Это «Вести Волгоград. События недели». Мы продолжаем. И сейчас коротко о других событиях, без которых информационная картина этой недели была бы неполной. Уже к октябрю власти региона подготовят четкий бизнес-план, который будет нацелен на дальнейшее развитие Волгоград-арены. На содержание крупнейшего спортивного сооружения в год потребуется от 250 до 350 миллионов рублей. Одна из первостепенных задач – минимизировать нагрузку на региональный бюджет, когда в 2023 году стадион прекратит получать федеральную поддержку. Волгоград-арена, как и ряд других стадионов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу, перейдет в собственность области в 2019 году. На уходящей неделе в Волгограде вспоминали героя России Дениса Витчинова. В регионе прошли памятные мероприятия, посвященные 10-летней годовщине военного конфликта в Южной Осетии. Майор российской армии в составе группы войск Минобороны направлялся в пылающий цхинвал на помощь миротворцам и героически погиб, защищая мирное население и группу журналистов. В поселке Пятиморск Калачевского района в среду торжественно открыли 11 памятников героям России. Один из них – Денису Витчинову. В многоквартирных домах Волгоградской области полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Промежуточные итоги на уходящей неделе подвели специалисты Госжилнадзора. Выяснилось, что не все управкомпании провели необходимые работы. Всего предстоит проверить больше 5000 многоквартирных домов. К зиме пока готовы 75% жилого фонда. Масштабные работы по благоустройству Волгограда продолжаются. На этой неделе специалисты зашли сразу на несколько объектов. Реконструкция некоторых идет в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В него входит и создание современной зоны отдыха от поймы реки Царицы до Мамаева Кургана. Сегодня продолжается реконструкция центральной набережной и благоустройство территории около памятника Гаситель. Моя коллега Алевтина Евтушенко наблюдала за ходом работы и узнала все детали большого проекта. Пустырь, поросший травой и несколько сухих деревьев. Такой пейзаж привыкли видеть Волгоградцы недалеко от речного порта. Долгое время территория около памятника Гаситель оставалась в удручающем состоянии. Без полива деревья засыхали, остались лишь единицы. Но скоро здесь появится новая зеленая зона с лиственными, хвойными растениями. А самое главное с автоматической системой полива. Водопровод проходит под землей. Его длина почти 2500 погонных метров. А еще здесь уже осенью должны появиться скамейки, малые архитектурные формы и новые парковые дорожки. Сейчас специалисты продолжают укладывать брусчатку. Почти все работы ведутся вручную, без использования крупной техники. Рядом легендарный памятник. Учитывая тот факт, что здесь находится памятник культурного значения, мы особое внимание уделяем качеству выполняемых работ. На сегодняшний момент выполнены основные мероприятия по подготовке. Основание, то есть проведен демонтаж старого асфальтового покрытия. Планируется полностью заменить здесь на современное покрытие из тротуарной плитки. Подарить этому месту новую жизнь предложили сами волгоградцы. Территорию возле гасителя обновляют одной из первых по проекту формирования комфортной городской среды. Пожарный проход-гаситель – это, несомненно, историческое достояние нашего города, которому необходимо уделять особое внимание. Данная территория, прилегающая к памятнику, прошла отбор и была включена в муниципальную программу формирования современной городской среды. В администрации запланирован определенный объем средств на реализацию благоустройства. У нас здесь планируется современное устройство освещения, система освещения и видеонаблюдение. Ну и также немаловажный уклон мы делаем на организацию для безопасного передвижения и отдыха маломобильных групп населения. Как преобразится территория возле легендарного корабля, волгоградцы увидят уже к концу 2018-го. Обновленный сквер станет частью большой зоны отдыха в центре Волгограда – от поймы Царицы до Мамаева Кургана. Еще один масштабный проект сегодня – реконструкция набережной имени 62-й армии. Работы стартовали еще осенью прошлого года. За это время специалисты восстановили несколько причалов набережной, а также модернизировали линии электроснабжения. Весной здесь начали реставрировать пропеллии и ротонды на верхней террасе. Чищен гранит, смонтированы балюстрады, балки, опорные столбы. Произведена реконструкция самого здания ротонды, покрыта гидрофабизирующими составами и готовимся к устройству полов. И завершающий этап устройства внутренней части купола по отделке идет. В данный момент мы бетонируем подпорную стену смотровой площадки нашей полукруглой и приступаем к монтажу гранита, к восстановлению его лица. На набережной стартовал следующий этап работ. На участке от главной лестницы до улицы 7-й Гвардейской начали монтировать новую линию освещения. К установке новых светильников и опор на центральной набережной все готово. Рабочие уже проложили питающий кабель. Под землей он проходит через закладную деталь. Ее длина более двух метров. Такая конструкция поможет фонарям выстое даже в самых сложных погодных условиях. Каждую поднимают 25-тонным краном, затем опускают на закладную деталь и тщательно укрепляют. Высота будущих фонарей 11 метров почти на 4 выше прежних бетонных. Да и долговечнее. Новые опоры оцинкованы. Специалисты говорят, благодаря такому покрытию световые точки могут прослужить около четверти века. Старые лампы заменят светодиодными, экологичными и современными. Здесь, как и во всем городе, применялось освещение над, это ртутные лампы. Ну, уже, скажем так, устарелы и морально. Устарелы светотехнические характеристики светильников по срокам эксплуатации. Поэтому грядущая замена придет к улучшению освещенности дороги. Светильник, естественно, будет другой. Мощность меньше, но от него светоотдача побольше. Кабель в земле бронированный, с броней, с сечением побольше, долговечно, так сказать. Ну и в земле, естественно, опять же, повторяюсь, в плане эстетики, наверху никаких кабелей, ничего не будет. Насколько органично новое освещение впишется в общую концепцию отреставрированной набережной, понятно будет после завершения реконструкции. Жители Волгограда уже с радостью отмечают, любимый город меняется. Я люблю очень свой город, и несмотря на всякие мнения о том, что город угасал, я всегда верила, что он будет возрождаться. И чемпионат, в общем-то, послужил тем толчком, когда в людях проснулась радость. И эта радость, наверное, будет преображаться в материальном мире, что уже и делается здесь. Посмотрите, сколько радости в глазах детей. Каждое лето смотришь, и появляются какие-то новые места, в которые хочется приходить и возвращаться. Я родилась в этом городе, я в нем выросла. Но живу я сейчас не здесь, а в Фантомантийске приехала вчера. Меня очень радует, что город преображается, становится краше. Комплексное развитие территории началось еще в 2014-м. За последние три года в разных районах Волгограда преобразилось 15 парковых зон. Обновления получили тротуары в центре города. В планах региональной власти благоустройство поймы царицы и сквера имени Пушкина. Чтобы жители Волгограда, даже уезжая за пределы родного города, хотели поскорее вернуться домой. Алифтина Евтушенко, Александр Беляев и Георгий Кудряшов. Вести Волгоград. События недели. ГТРК Волгоград ТРВ продолжает патриотическую общественную телевизионную акцию «Народная карта памяти». Сегодня мы нанесем новую точку. Это хутор Лобакин Суровикинского района. С началом Великой Отечественной войны мужчины отправились на фронт. В поселении остались только дети, старики и женщины. После прорыва обороны частями 6-й полевой армии Паулюса территория района была оккупирована. Слово Михаилу Гореванову. Эта картина для жителей хутора Лобакин Суровикинского района уже давно перестала быть просто полотном. На ней вечно молодые застывшие лица тех, кто в 41-м из хутора ушел воевать прямиком на фронт. Для многих родственников, кого война лишила отца, мужа или брата. Эта картина единственная память, что осталась от их близких. Пригласили из Волгограда художника. И художник на этой картине изобразил людей, погибших во время войны, тех, кто не вернулся. Но вместе они действительно никогда не находились. Это художник их изобразил на привале, на отдыхе. 20 человек, ровно столько уроженцев хутора, ушли на войну, но так и не вернулись домой. Перед создателями картина стояла по-настоящему трудная задача. Необходимо было уточнить не только списки погибших, но и найти их фотографии. В общей сложности работа над картиной велась больше 10 лет. А после готовую композицию решили показать тогда еще живым родственникам солдат. Это было в 1959 году. И вот картина висела в клубе, на стене, на сцене, закрытая тканью. И когда была ткань опущена, то в зале раздались рыдания, потому что люди увидели, как живых своих близких, своих мужей, своих сыновей. И матери подходили, они трогали эту картину, они видели, что их близкие рядом с ними. А рядом с Домом культуры находится памятник помощнику, командующего Донским фронтом, полковнику Георгию Мореву. В 1942 году вместе с артиллерийской частью он находился неподалеку от хутора. О войне здесь действительно напоминает многое. При этом сражений в хуторе не было. Как таковых боев на территории хутора Лобайкина не было. Бои проходили со стороны нашего комплекса, проходили мимо, то есть возле хутора Киселев. Там в основном были бои. Здесь именно в самом хуторе боев не было. Сражения насмерть проходили совсем неподалеку от хутора. В 30 километрах 17 июля 1942 года в Суровикино началась Сталинградская битва. Именно здесь впервые столкнулись части 6-й полевой армии Паулюса и нашей 62-й. При численном преимуществе противник сумел прорвать оборону. Со второй половины августа и до середины декабря территория Суровикинского района была полностью оккупирована фашистами. Зоя Тимофеевна Блудилина, дочь ветерана войны, вспоминает. Ее отец отправился на фронт отсюда из хутора Лобакин. После вернулся домой, но о войне почти ничего не рассказывал. Сталинград защищал, а потом... Сталинград, да, да. Да, у него есть даже медали за победу над Сталинградом. Он гордился тем, что отец пришел живой. Мы про это уже не вспоминали, когда дома он был. А потом он дома еще болел долго. Сегодня Лобакинское сельское поселение включает в себя три хутора. Из каждого на войну ушли десятки мужчин. Вернулись единицы. Но потомки об их подвиге не забыли. Несколько лет назад в хуторе открыли аллею памяти. Жители Лобакинского сельского поселения своих героев знают буквально поименно. Те, кто покинул дома, но так и не вернулся с фронтов Великой Отечественной. Имена, фамилии, отчества указаны на гранитных плитах. Всего 82 человека. Я предлагаю внести Лобакинское сельское поселение Суровикинского района на народную карту памяти. Лобакинское сельское 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 поселение Суровикинского района на народную карту памяти. Человек, невидимый на карте большого города. Машарип Мадрахимов. Вот уже 9 лет живет в Волгограде, но не в собственном доме, а в землянке. Туда его привели долгие скитания. О непростой судьбе волгоградского отшельника, который, несмотря на обстоятельства, смог сохранить цивилизованный облик Ларисы Лазуга. Он встречает гостей и приглашает в дом, сделанный собственными руками. Он был просто враг. Я сначала вырвнул, а потом стал углубляться. И у меня как не землянка, а хизина получился. С дверью, конечно. Себе называл бы отшельником. Удалее от цивилизации, без энергии. Печка, окно в потолке – спартанские условия. Машарип Мадрахимов родом из Узбекистана. Здесь его называют Мишей. Уж и сам не считает, сколько лет живет здесь, на окраине Волгограда. Сейчас, который год идет? 2018. 2018. Я пришел сюда в 2009 году. 9 лет, получается. Рассказывает, как давным-давно отправился в Россию на заработки. Домой ездил в отпуск. Водитель, сварщик, кузнец, работник пилорамы. Кем только и где только не работал. Собрался на родину, но не случилось. Документы и деньги украли. Такой шок попал я. Седой стал, наверное. Ну, как, что-то это, не знаю, растерялся просто. Бродил, скитался. Некоторые подошли, говорят, хочешь работать у кого-то? Я говорю, хочу. И в рабство попал. Так и работал. На что я работал? За счет того, что они мне жилье дают и кормят только за это. Меня вот с рук к рук кидали, кидали, кидали. Ну, у кого-то работа, у него работа кончилась, сделал свое. Я уже там не нужен. Он другому отдает меня. От этих скитаний устал и не стал работать. Вот здесь вырвал землянку, чтобы не скитаться. Дожить остаток жизни в одном месте, как и все люди порядочные. Да, и таким домом можно дорожить. За годы скитаний и жизни в землянке Машарип человеческий облик не потерял. Подрабатывает на окрестных дачах. Образ жизни трезвый. Но в жизни, очевидно, потерялся. Попыток восстановить документы в Волгограде не делал. На самом деле у меня вот такая пачка документов была. Трудовая, военный билет. Все трес за них я. Сам. Думаю, пригодится под старость лет. Трудовой, два даже. Как-то духом подытый человек, когда у него что-то не получается и перестает что-то делать. Вот так. Думаю, пойду опять в Волгограде, меня они загоняют. Рязан, где был прописан раньше, Архангельск, Кемерово, вот где я был, работал. Туда будут отправляться. А на какой? Расходов-то нет. Раз хотелось сделать паспорт. Там, в Узбекистане, остались дети, теперь уже взрослые. Появились внуки. Живы многочисленные сестры. Их даже удалось разыскать. Встреча состоялась в столице, в эфире одного из телеканалов. Но дальше общение не пошло. Говорит, остыли друг к другу. Да и как уедешь в другую страну без документов. А мне говорят, давай мы тебя заберем отсюда. Сразу, оттуда же, с передачи. Говорит, как? У них купленный билет туда и обратно. Ну, на самолет. У всех есть билет, паспорта, а мне-то нет. Я говорю, как, сестра, ты мне заберешь? Вот, когда здоровый есть, вот шевелюсь, живу. А я как под старостилет лягу больным, я не знаю. Иногда болею, три дня валяюсь, сам вскакиваю. Какая-то сила появляется. Ну, кушиться хочется, пойду в город там. Или буду работать, скажем, здесь на дачах. Отвечал. Все, ну, в интернетах не понимаю, вот это, в телефонах тоже не понимаю. Вот сотовые пошли. Как будто он паспорт и все вот это вот. Для человека вот это. Вот свой телефон, и карточки какие-то по ним, деньги получают. И какие-то хакеры появляются. И кого-то воруют деньги. Вот эти вещи я поняты не имею. Вот только волгоградец Вадим Войгачев, который знает Мишу, все годы его волгоградской жизни никак не может примириться с тем, что рядом с большим городом хороший человек живет в землянке. Помогает ему по мере возможности. У него человечность такая хорошая, понятливая. Постоянно я у него не прошу, он принесет мне сетки еды, пельмени там, колбасы и молоко. Я сам не требую, но он так, по себе вот, свои понятные мне носит вот эти вещи. А как тут пройти, Ларис? Как вот, когда вот такое видишь, как тут можно пройти? Вот которые сидят там, бороды себе липовые навешали там возле переходов. Мимо них я прохожу и никогда мелочи не бросаю. А когда вот так вот видишь, когда человек реально видишь, что он, ну, просто вот выживает. Он реально выживает. Я просто не могу. Я вот сплю, и я знаю, что человек там вот зимой. Ну как вот, вы сами представьте, Ларис, как вот здесь жить? Он оторвался от родины и так и не сумел пустить корни вдали от нее, пополнив ряды бездомных. Очевидно, уже не способный сам устроить свою нескладную судьбу. Впереди у волгоградского отшельника очередная зима. Лариса Лазук, Андрей Стомин, Вести Волгоград, События недели. А сейчас расскажем о погоде на ближайшие сутки. Компания «Красота под ногами» производит тротуарную плитку и бордюры на современном немецком оборудовании. Фонари уличного освещения, парковую мебель европейского уровня из натуральной древесины и мраморной крошки. Звоните 98 90 30. В ближайшие сутки на территории региона ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33, ночью до 22 градусов выше нуля. В Волгограде днем плюс 30-32, ночью до 21 тепла. Это все вести. Запомните эту неделю только с лучшей стороны. Всего вам самого доброго и до встречи.